Археология – это та самая дверь в прошлое, а как мы все знаем, без прошлого не может быть ни настоящего, ни будущего. Именно поэтому все, что нам известно сейчас о нашей истории, мы узнали либо по письменным источникам, либо по данным изыскания археологов, ведь порой найденный материал может рассказать нам больше, чем мы можем себе представить. В археологическом музее Бересте клиняные горшочки, прялки, печи, гребни, орудия труда – все это рассказывает нам о том, как жили наши предки. Все это дает нам возможность хоть немного приоткрыть завесу тайны в наше общее прошлое. Но чтобы мы смогли это все лицезреть, археологи прикладывают множество усилий. Довольно трудная работа, не говоря о том, что умственная, но и физическая. Нужно проводить не только исследования, даже предметы, а в плане того, что нужно копать, то есть это пласты земли, есть очень большой пласт, нужно это все перекапывать, находить. А тут еще и нужно знать, где производить раскопки, датировать эти предметы, все это нужно записать. То есть много нюансов, о котором неизвестно большинству людей, но видят итоги, вот как итог тот же наш музей. Нужно понимать, что именно с 68 по 81 год проводились раскопки, и именно за это время найдено было свыше 40 тысяч предметов. Ну, понятно, видим только часть того, а какой пласт работы, он просто не виден. Именно поэтому, чтобы люди больше знали о работе археологов, обо всех их трудностях, о прошлом, об археологических артефактах Бересте, сотрудники музея вниманию посетителей предложили лекцию известного Брестского краеведа, ученого, писателя и историка Анатолия Гладощука. Я не старался их утомлять какими-то там умными вещами, постарался очень на простом языке обо всем говорить, но тем не менее никто не поднялся, значит им это интересно. Значит, я же знаю, что очень много людей приходит сюда, в этот музей, и, наверное, этим нам надо гордиться. Это наша гордость сегодня, мы никуда от этого не уйдем. Другое дело, что я хотел бы, чтобы раскопки были продолжены. Это очень важно, чтобы нашелся такой человек, ну, пусть не Лысенко, пусть по-другому он будет, но он сделал то, что еще нашему городу даст и славу, и значение, и важность. Очень много скрыто здесь, на этом месте, еще от наших глаз, очень много. Лекция от Анатолия Гладощука – это не все, чем в День археолога заинтересовал посетителей музея Берестия. Самые активные и любознательные могли принять участие в интерактивном задании под названием «Путь берестянина». Это что-то вроде квеста. Участники получили специальные бланки с вопросами, на которые нужно было ответить по ходу квеста. Например, откуда пошло название города, сколько построек находится в экспозиции и многое другое. Вот она. Еще, наверное, вот это будет. Вот это будет П-6. Вот здесь дорожки. Вот эту заметить. И что нам еще остается? Такой полюбившийся посетителям музея Берестия формат активно продвигали и будут продвигать в виде новой услуги – квест-экскурсии, путешествия в средневековый город. Это приключение, благодаря которому с экспозицией археологического музея можно познакомиться в игровой форме. Мы поучаствовали, узнали. Теперь уже точно будем знать, что такое жилая постройка, сохранившаяся на 12. Да. Ну, просто ей интересно вообще, в принципе, познавать мир, потому что такой возраст для девочки. И, ну, это всегда интересно что-то новое узнать. Потому что, когда мы ходили вот такие, как она была, маленькие, сюда в музей, ну, понятно, что мы все в Брестке, мы сюда ходили много раз. Но таких вот нюансов, таких вот интересных вещей никто никогда не рассказывал. Такая общая школьная какая-то экскурсия. А сейчас узнали что-то интересное. Анастасия Милишкиевич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания «Бук-ТВ». Субтитры создавал DimaTorzok Анастасия Малишкиевка «Бук-ТВ». Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...